Видно доску, это у нас внутренняя сторона руки, соответственно, это у нас правая сторона и левая сторона. Соответственно, это у нас правая сторона. Где же у нас находятся так называемые зоны носа? Вот если мы посмотрим на наши руки, мы увидим вот такие вот перемычки. Место соединения костей, как мне часто говорят мои клиенты. Это у меня там твёрдое, потому что у меня там, значит, кости. Я говорю, он проверится на другой руке, он тоже твёрдое или на другом пальце. Ну ладно, всё по порядку. Итак, если у вас на руке вот в этих местах, я надеюсь, вам хорошо их видно, именно из моего опыта, это, как правило, не посередине где-то эти точки находятся, а именно сбоку. Обозначено. Погубная зона. Не знаю, видно вам хорошо. Так, что-то у нас зависло теперь. Да. Итак, главная зона. Да, зона эта находится вот здесь. И так называемая, я надеюсь, вам будет это видно или нет, так называемая верхняя челюстная пазуха. Мы рассмотрим в данном случае две зоны. Верхняя челюстная пазуха. Здесь, как правило, скапливается именно жидкость, которая не отходит, и потом образуются так называемые зоны воспаления. Да, и здесь. То есть, когда у нас находится грекосное состояние, мы знаем, да, у нас болит голова, да, и заложен нос. Как же исправить положение? Исправить положение можно очень просто и очень быстро помочь себе. Я покажу сначала нам самая гениальная помощь себе. Она очень простая. Вы берете свою руку, ставите вот таким образом свой палец, да, и, вот как я показала, да, прощупываете соды, плотную зону и верхнюю челюстную. Мне не очень удобно показывать. Можете вот так, что ли? И верхнюю челюстную. Следующим методом. То есть, вы ставите большой палец и начинаете давить на эту, на эти зоны. Вы давите на эти зоны каким методом? По часовой стрелке вы совершаете круговые движения. Все? Достаточно? Вот я сейчас попробую. Очень удобно, конечно, показывать, но... Делаете вы такие круговые движения в течение, скажем, от 7 до 10 раз. Что важно? Важно... Что важно? Важно найти именно самые болевые участки. Важно найти именно самые болевые участки. И именно найдя вот эту вот болевую точку, вы начинаете ее массировать круговыми движениями. Мысленно вы связываете эту зону, как я уже сказала, да, зоной пловных пазух и зоной верхней челюстных пазух. Все просто. Все достаточно элементарно. то есть сначала мы что делаем? Когда у нас заложен нос, вот буквально недавно у меня был человек, правда, он с аллергической, у него была аллергическая реакция, болен все, лето в Германии что-то летало, и поэтому люди на самом деле очень страдали. он пришел на массаж, но буквально в течение уже первых минут он просто поднял на меня глаза и говорит, ну как, ну я мучаюсь столько времени, ну почему мне никто не сказал? Ну я говорю, ну вот так вот, поэтому я иду в онлайн, чтобы говорить, чтобы показывать и так далее. Итак, вы находите самые болевые, вот вы ощупываете свои пальцы, находите самые болевые точки и начинаете их массировать более глубоко. Вот, в общем-то, весь и секрет. То же самое вы проделываете, ну если вы, конечно, хотите проделывать, вот я подготовила вам свой макет, в котором я свое время училась и получила реальные результаты, вот, эти лобные зоны и пазухи нос, будем их просто называть пазухи нос, находятся вот именно вот здесь, сбоку. Вот видите? к сожалению, я не могу сейчас вам показать рисунок, который более был бы понятен именно вот соединение этих лобных пазух, но вы знаете еще раз, да, где они находятся, если мы вот так положим два пальца, соединим даже три, вот, вот эта зона и вот эту зону. Вы знаете, даже если вы, допустим, массируете вот эту зону, проходит головная боль, если вы массируете вот эту зону, также освобождаются пазухи носу. Это просто вам придать такой небольшой бонус, как быстро себе помочь. На моей практике я увидела следующую вещь, что массируя стопы в этих зонах, я достигаю более сильного, более весомого результата, чем на руках. Я задалась вопросом, почему так, хотя вот когда я массировала, этот мужчина почувствовал именно через руки. Многие я ему не массировала. Тем не менее, наши руки привыкли к различным ощущениям, поэтому иногда довольно-таки сложно найти именно вот этот вот комочек, а если вы точно его нашли, вот если вы точно нашли островок энергетической блокады, я бы его назвала так, то вы абсолютно почувствуете это, вы не можете это не почувствовать, потому что боль сродни протыканию игл, боли, не не просто какое-то давление, а боль довольно-таки резкая и острая. И вот если вы находите вот эту боль, то всё, то вы нашли вот этот очаг, который сидит здесь либо здесь, и вы его массируете, практически вы убираете вот эти вот вы убираете эти островки собранных продуктов распада, которые почему-то не вывелись из организма, я буду называть их так, в данном случае островки воспаления методом вот таким простым, методом такого массажа от 7 до 10 раз. Был не массаж. То есть у меня достаточно много клиентов, у которых аллергические реакции, и это немножко другой вопрос, но тем не менее опутно, сразу массируя эти участки, вы освобождаете носовые пазухи. Результат можно сказать мгновенный. Чтобы результат был постоянный, нужно массировать каждый день, особенно если у вас какая-то актуальная проблема. Скажем, как правило, гаймориты, синуситы и все вот эти вещи, которые не связаны с гриппом, а затяжные хронические, хронического характера, они имеют подоплёку энергетическую всегда. Всегда. И они имеют